Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Тема Переход в Пятое измерение. Энергетическая конструкция человека. Отец-Абсолют. Практики. Читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом вы можете подготовить свои чакры и тонкие тела к тому, чтобы как можно скорее привести в соответствие с новыми вибрациями Земли свое физическое тело. После того, как вы проведете практики по ощущению эмоционального, ментального и каузального тел от всех своих ошибочных мыслей и эмоций, вам предстоит сгармонизировать их со всеми верхними божественными телами и чакрами. И вот как вы это можете сделать. Представьте себя в виде семислойного силуэта с семью чакрами, расположенными вертикально по оси, проходящей через ваше физическое тело. Вся эта сложная конструкция переплетена энергетическими каналами. Каждое тело соединено с множеством каналов, соответствующей ему чакрой. А через все чакры, в свою очередь, проходит единый энергетический канал, соединяющий их между собой. Таким образом, ваши тонкие тела способны обмениваться друг с другом энергией не напрямую, а только через чакры ваши тонкие органы чувств. Почему это происходит? Таким образом, вам дается шанс придать энергиям определенную окраску. А по большому счету, именно так соблюдается закон свободной воли. Любая порождаемая вами энергия проходит проверку вашим тонким восприятием. Подобно тому, как ваши глаза видят, а уши слышат, так проверяется и ваше внутреннее чувствование на уровне чакр. И в данном случае, в ваших силах, придать поступающим в них в виде мыслей и эмоций энергиям то или иное качество, направить их во вред или во благо. Вы можете мгновенно остановить самую страшную мысль, поселившуюся в вашей голове, или самую сильную разрушительную эмоцию, охватившую все ваше существо. Лишь вспомнив о том, что вы Бога-человек и несете ответственность не только перед своей собственной душой, но также и перед всем человечеством, и перед вашей Матушкой-Землей. Вы все единое целое. И ваша свободная воля заключается в том, чтобы решить, привнести в этот мир добро или зло. Очень важно, родные мои, научиться отслеживать, какая энергия циркулирует в вашей сложной, тонкоматериальной энергетической конструкции. Подобно тому, как кровь разносит кислород, и питательные вещества по всей сложнейшей кровеносной системе человека, так и соединенные между собой энергетические каналы наполняют весь ваш организм энергиями, которые пропускают через себя ваши тонкие органы чувств. И поверьте, родные мои, качество этой энергии влияет как на весь ваш организм, так и на ваше душевное состояние, ничуть не меньше, чем качество крови, которое является уже физическим отражением запущенных вами тонких энергетических процессов. В ваших силах, мои дорогие, постоянно очищать и постоянно обновлять вашу энергетическую кровеносную систему божественными вливаниями энергии самых высоких вибраций, пропущенных через вашу седьмую и шестую чакры. Как можно чаще призывайте энергию первотворца Вселенной и представляйте себе, как мощным потоком омывает она, ваше атмическое тело, а затем через соединительные каналы входит вашу седьмую чакру, опускаясь дальше в шестую, омывая при этом ваше будхическое тело, затем спускается ниже и ниже, постепенно наполняя собой все ваши чакры и тела целительной божественной энергии любви. Кто-то может увидеть своим внутренним зрением, каким прекрасным становится ваш тонкоматериальный силуэт, по каналам которого разливается эта сверкающая энергия. Соприкасаясь с вашими чакрами и тонкими телами, она вбирает в себя их цвета и начинает переливаться всеми цветами радуги. И зрелище это поистине завораживающее. Делайте эту практику как можно чаще, родные мои. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетическая конструкция человека». Дорогие друзья, маленькое дополнение. Очень часто я только выложу ролик и через другой ролик или в этом же даже ролике есть комментарий «А что мне делать? Все тело болит или горит? Или у меня температура уже год?» Или еще что-то такое в этом же духе. Дорогие друзья, вам выкладывается ролик. Вам выкладывается ролик эмоционального очищения, ментального, каузального или всех этих трех тел. Вот в предыдущих нескольких роликах было все описано. Но не потрудитесь, прочитайте, выпишите себе на листик, что надо и делайте. И когда уже дается следующая, более сложная практика, у вас уже подготовлены тела для следующей практики. Поэтому, кто только зашел на канал, смотрите ролики 2012 года, смотрите ролики 2015 года, смотрите практики освобождения, трансформации, трансмутация, новая, кармические уроки смотрите. Все есть. На канале более 2000 роликов. И все всем в комментариях не ответишь. Просто-просто поймите это. Поэтому сами набирайте, загугливайте, посмотрите на этом канале. Найдете, хорошо, не найдете. Другие есть источники информации. Просто смелее, смелее общайтесь со своими телами тонкими. Смелее общайтесь со своими энергиями, со своими чакрами, со своими полями. У вас все получится. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...